Семья любви и верности посвящается. В Чувашии отметили один из самых молодых праздников. Строительство школы и детских садов. Главная тема еженедельного совещания у главы Чувашии. Пополнение в семье. В столичном зооуголке Ковчег у Моралов появился детеныш. Повестка дня очередного совещания у главы республики была насыщенной. Обсудили выполнение краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ход строительства и ремонтных работ на объектах образования. Задача на этот год масштабная. Ремонт и реконструкция подвергнутся школы, спортивные залы и площадки. Всего 98 объектов. Во многом это делается для того, чтобы ученики перестали учиться во вторую смену. Еще одна причина – большой износ зданий и отсутствие в них элементарных удобств. В этом году на эти цели выделено более 600 миллионов рублей. Предусмотрено софинансирование из республиканского бюджета. Правительство республики намерено построить и реконструировать пять школ. К 1 сентября двери откроют школы в Ядрине и столице Чувашии. Участники совещания детально обсудили ход работ по большинству объектов. Выяснилось, что на ремонт спортивных залов в ряде районных школ даже не заключены контракты. Что касается детских садов, то здесь особое внимание обратили на ликвидацию очередей для детей ясельного возраста. Срок ввода 16 дошкольных учреждений тоже нынешний год. Из них 10 в Чебоксарах, по одному в Канаше, Цивильске, Новочебоксарске, Комсомольском районе. В столице наблюдается отставание от намеченного графика. Глава республики потребовал от городских властей жесткого контроля и принятия срочных мер. Кроме того, на совещании обсудили, как идет ремонт общедомового имущества во многоквартирных домах, итоги мониторинга потребительских цен на социально значимые продовольственные товары в первом полугодии. Проблему отставания по срокам при строительстве детских садов обсудили и на еженедельном совещании в столичной мэрии. Из 9 дошкольных учреждений, которые должны построить в Чебоксарах, один в Соленом уже открыли, два близки к завершению, а вот по остальным 7 есть вопросы. Отставание от графика связано с некачественной проектно-сметной документацией, недостаточными оборотными средствами подрядчика, либо неумелой организацией работ. С компанией «Стройиндустрия», которая возводит детские сады в новом городе и в университете, пришлось пойти на крайние меры. Им запретили даже приближаться к стройке в северо-западном районе. Неоднократные предупреждения не подействовали на подрядчика, поэтому администрация города вынуждена расторгнуть договор в одностороннем порядке. Судом наложены обеспечительные меры в виде запрета на строительство. Объект снова выставлен на аукцион. Ищут нового подрядчика. На сегодняшний день размещен план-график для поиска нового подрядчика, чтобы своевременно реализовать этот проект и ввести его в этом году в эксплуатацию. Сроки какие? Декабрь 2019 года. Подрядчика нового года определим? Контракт когда сможем исключить? Предполагаем, в начале августа. Со школами ситуация лучше. Капитальный ремонт 2-го корпуса 61-й школы и 3-х муниципальных загородных лагерей завершен. Продолжаются работы в 11-й, 33-й, 39-й школах. Благоустраивается стадион 59-й. Ирина Волкова, Валерий Ильзюков, Республика. Еще один актуальный вопрос. Долги по зарплате работникам Чуваш-Автотранса. Их уже начали погашать. А ситуация на сегодня в программе по существу. В 21-23 после программы Самана. Моя коллега Ирина Волкова обеседовала с Сергеем Ехатином, заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Семью Евгения и Людмилы Харасевых, которой вместе больше 50 лет познакомилась наша съемочная группа. Они поженились 22 июня, в день начала войны. Но в совместной жизни обошлось без военных действий, шутят они. Мы общались, танцевали, все пели. А сюда на гармошке играли. Играли на гармошке. Так и познакомились потом. Чуть-чуть он не играл на гармошке. Я очень любила, кто играет на гармошке. Евгений и Людмила вместе более 50 лет. За это время они воспитали и подняли на ноги троих детей. Растили в любви и согласии. Старались вложить в них все самое лучшее. Это очень хорошо, конечно, очень прекрасно, что родители у нас такие вот. Нас людьми вырастили. И мы тоже своих детей хотим также дать такой же пример, как наши родители. Поэтому слава богу, что они у нас живые, здоровые. И в согласии живут. И мы тоже так же в своей семье такой же, повторяем атмосферу, да, такой же союз хотим создать, как наши родители. Создать крепкую, счастливую семью в наше время – довольно непростая задача, считает семейная пара. Но, как и во все времена, многие истины остаются прежними. Надо слушаться друг друга. Слушаться надо. Понимать надо. Вот самое главное еще. Усупать надо друг друга иногда. Иногда он не пойдет. Жизнь тоже. Все в моей жизни. И покой, и хороший. В семье Харасевых и еще девяти счастливым семьям в праздничный день вручили орден за любовь и верность. Теперь он – семейная реликвия. Крепкая семья – это основа народа и государства в целом. Там меньше проблем. Они трудности сами преодолевают. Дети там намного лучше. На принципах соревновательности, состязательности лучше воспитываются. И они практически будут продолжателями, достойными продолжателями своего рода. Знаком материнской славы они сегодня отметили и многодетных мам. Одна из них – Елена Федорова из Янтиковского района. В родном селе Новая Ишина она работала на ферме, швейном цеху на поле. Но самой главной профессией своей жизни считает материнство. Пожелаю, чтобы они тоже рожали побольше детей, чтобы были у всех семьи дружные, большие дружные семьи были. Ольга Алексеева, Дмитрий Ковалев, Олеся Русакова, Борис Андреев, Республика. Супружеские пары участвовали у монумента «Матери-покровительница» в Чебоксарах. Там прошел праздничный концерт. 50 лет назад он работал киномехаником, она училась в УЗЕ. Первая встреча стала судьбоносной. Их любовь прошла испытания временем и стала еще крепче. Смотрю, он нас с девочками, своими подружками бесплатно пускает в кино. Оказывается, он на меня глаз положил. Вот он в армию ушел, я его ждала, а потом 9 мая позенялись. Супруги Латвановы отметили бриллиантовую свадьбу. Более 60 лет они счастливы вместе. Говорят, что в крепком семейном союзе главное – взаимоуважение. Дружба, понимание. И любовь самые главные. Да, и любовь. Ей вот будет 10 октября 90 лет. 90 лет. Вот она как выглядит. Здесь у каждого своя богатая история семейного счастья. Медали за любовь и верность глава региона вручил 45 супружеским парам. На награде изображены лики святых Петра и Февронии – русских покровителей семьи. В этом году столица республики стала одной из площадок масштабного праздничного марафона наряду с Муромом и Москвой. Вы получите от имени по поручению президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Владимировны Медведевой поздравить вас с замечательным народным праздником. Именно благодаря нашим крепким семьям сохраняются традиции многонационального российского народа. То, что передано нам старшим поколениям, позволяет нам отличать добро от зла, хорошее от плохого, служит нам ценностым ориентиром всю нашу жизнь. Михаил Игнатьев отметил, что в республике к семейным ценностям всегда относились бережно. Наш чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлевич говорил очень мудрые, но очень значимые слова. Он говорил, крепкая семья – это основа общества и государства. Вот это по тем временам были актуальны эти слова, и по сей день еще на веки веков эти слова будут актуальными. Процессы глобализации очень много делаем для того, чтобы сохранить и укрепить эти ценности. Под занавес праздника концертная программа. Звезды российской и чувашской эстрады исполнили песни о любви и семейном счастье. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. И сегодня соглашение о взаимодействии в такой тонкой сфере, как семейные отношения, подписали Чебоксарско-Чувашская епархия и МИУСТ Республики. Сегодня названы регионы Российской Федерации, среди которых идут хорошие показатели по сохранению наших семей. По Приволжскому федеральному округу Чувашская республика занимает второе место. Все везде приходят, все помогают. Не только вот Чебоксары, везде. Для этого священники нравственности воспитывают и объясняют. По соглашению священнослужители будут встречаться и проводить беседы с семьями, которые еще только собираются вступить в брак и теми, кто испытывает кризис в отношениях. Молодым семьям будут оказывать психологическую поддержку. Также стороны запланировали совместный проект «Сохраним семью». В Аксубаевском районе Татарстана прошел традиционный праздник чувашской культуры Уяв. Он собрал представителей диаспор более чем из 40 регионов. Одной из первых на праздник прибыла делегация Чувашия. В этот же день глава республики Михаил Игнатьев встретился с президентом Татарстана Рустамом Минихановым. В Казани глава Чувашия Михаил Игнатьев и президент республики Татарстан Рустам Миниханов обсудили вопросы межрегионального взаимодействия в области экономики, науки и культуры. После чего руководители обоих регионов поспешили в Аксубаевский район, который в этом году стал основной площадкой праздника. Аксубаевский район был и остается местом компактного проживания Чувашии на территории Татарстана. Среди его уроженцев немало известных людей. Николай Полорусов-Шелебей – первый народный поэт Чувашии. А Александр Гуляев – первый министр лесного хозяйства Татарской тогда еще автономной республики. Мы помним прошлое, ценим настоящее, смотрим будущее. Я здесь впервые. У детей глаза горят, соответственно. Значит, родители правильно воспитывают. Огромные слова благодарности папам и мамам. Немало выходцев из соседней республики вписали свои имена в хроники Чувашии. И это очередное доказательство, насколько тесно переплетены истории и культуры наших народов. Глава региона Рустам Мениханов с удовольствием надел рубаху с чувашской вышивкой, которую по обычаю дарят самому дорогому гостю праздника. Ведь такой красивый праздник. Независимо, кто ты такой, какая у тебя национальность, мы здесь все вместе. Я искренне благодарен за такой подарок нашей республике. И желаю, чтобы такие праздники мы проводили вместе. Сегодня в Татарстане проживает около 120 тысяч чувашей. Это третья по численности этническая группа после татаро-русских. Обучение на родном языке ведется в 95 чувашских школах. Действует более 100 чувашских фольклорных коллективов. В День Ява к ним присоединились представители диаспор из более чем 40 регионов, образовав многоголосый хор. Продушные хозяева у Ява для всех гостей подготовили интересные программы. Здесь можно было вдоволь наплясаться и наиграться, попробовать силы в спортивных состязаниях, отведать чувашские и татарские национальные блюда. И еще раз убедиться, как это здорово – жить, работать и веселиться дружной многонациональной семьей. Здоровый образ жизни – приоритет государственной политики. Самых спортивных, ловких, выносливых чиновников определил традиционный день главы и муниципального служащего. Подробности у Дмитрия Ковалева. Три богатыря здесь не герои из Казак, а победители конкурса. Испытания для глав не из легких. Приседания с мешком, наполненным песком, передвижение груженных телег. Награды финалистам, кубок и штанга. В хозяйстве пригодится? Надеюсь, пригодится теперь. Самое тяжелое – это, наверное, приседание с мешком. А остальное – это дело привычки. В свое время тренировался и сейчас стараюсь поддерживать. Медалями форму. Определились и победители в сдаче норм ГТО. В комбинированной эстафете победа за хозяевами. В этом году день главы и муниципального служащего проходил в Батрево. Вот уже в 12-й раз. В программе не только спартакиада. Среди глав муниципалитетов и сотрудников администрации районов выбирали самые творческие команды. Глава республики отметил, что подобные праздники должны сплачивать муниципальных служащих и повышать их работоспособность. Ведь только в этом году в районах предстоит реализовать более 600 проектов, основанных на местных инициативах. Нам нужно еще больше сделать все для того, чтобы от нашей общей совместной деятельности, доверие населения к органам власти. Важно, чтобы это доверие только с каждым годом повышалось. Вот когда мы встречаемся с простым народом, когда мы общаемся, они больше предложений нам дают, как правильно нам принять нормативные правовые документы. Потому что власть принадлежала народу и принадлежит. Среди гостей праздника и главный внештатный специалист Минздрава страны Олег Аполихин отметил, что хорошее здоровье – залог эффектной работы коллектива, будь то предприятия или администрация района. Здоровье, которое сейчас действительно вызывает тревогу в плане таких показателей, как смертность, продолжительность жизни и так далее, оно ведь зависит на самом деле не от медицины, или во многом не от медицины, а от того, как человек живет, от того, как он социализируется. Вот если будут живы традиции, будет у людей и счастье, будет у людей здоровье, будет тогда у людей и перспектива создания семьи. Я вынес то, что республика на подъеме. Вот чувствуется, что здесь все так слажено, структурно, организовано. Лучшим из лучших глава региона вручил почетные знаки и грамоты за вклад в развитие местного самоуправления. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Его не раз уничтожали во времена крестьянских восстаний. Он сгорал в пожарах, но вновь возрождался на прежнем месте. Он расположен в самом центре Чуваша и привлекателен как для жителей республики, так и для туристов, паломников. Этот город – Цивильск. В этом году старинному Чувашскому городу исполнилось 430 лет. Цивильск как крепость был основан в 1589 году. Здесь жили стрельцы, пушкари, бояре, представители церкви. Постепенно свое военное значение город утратил и стал торгово-промышленным центром. Появились каменные здания, монастырь. Многие из них сохранились до наших дней. Цивиляне трепетно относятся к своей истории и берегут культурное наследие. Памятники архитектуры вполне уживаются с новыми микрорайонами города. Цивильск становится все благоустроеннее. Город динамично растет. И в плане прироста населения это ощущается. Растет город и в территориальном значении. То есть у нас, если можно так сказать, выросли новые микрорайоны Южный-1, Южный-2. Цель – освоить новый микрорайон Северный. Безусловно, большой вклад в развитие города вносят сами цивиляне. На главной сцене вручили награды тем, кто доказывает свою любовь к родным местам конкретными делами. Звание почетный гражданин города Цивильска присвоили Олегу Васильеву. Сам по себе город, вот так, если посмотришь, он замечательное место. Скоро столица, наверное, перейдет к нам. Потому что практически строится у нас очень сильно. Это место, которое вкладывает нас в энергию, вдохновляет. Именно за вдохновением сюда приезжают и многочисленные туристы. У нас народ гостеприимный, дружелюбный, поэтому к нам с огромным удовольствием приезжают. История у нас богата, и, как мы любим говорить, Цивильск – это все-таки сердце нашей Чувашии. Хочется пожелать своему любимому городу всего самого хорошего. Пусть он растет, процветает и радует своими достижениями и успехами. В эти дни в Цивильске побывало очень много гостей. День города совпал с ежегодной Тихвинской ярмаркой. Ярмарка – это вообще очень такое историческое событие. И раньше я разговаривала с очень пожилыми людьми, которые говорили, что ярмарка раньше – это... Я говорю, что у вас было очень... Ну, вы ждали от ярмарки. Они сказали, вот выпить морс, бабушки так говорили. Купить какие-то там свистульки. Так же, как и сейчас, и промыслы есть разные. Все это, ну, все равно передается. Праздник продлился до самого позднего вечера. На главной сцене, наряду с местными коллективами, выступили и российские. Редчайшее событие в жизни любого зоопарка, тем более небольшого. В зооуголке Ковчег в парке Николаева родился морал. Маленький олененок из Красной книги. Как редкий вид, он храняется государством. Как чувствует себя детеныш в репортаже. Морал, или как его еще называют благородный олень, одно из самых крупных животных, обитающих на территории Алтайского края. Шесть лет назад в Чебоксарском, за уголке Ковчег, поселились ляля и красавчик. Животные были выведены в питомники на Алтае. В конце июня они дали потомство. Детеныш родился абсолютно здоровым. Мама его очень рьяностно защищает, то есть бережет. Мы первые две недели отгородили, чтобы не беспокоилась она, чтобы он немножко адаптировался. Так детеныш абсолютно здоров, уже начинает потихонечку щипать и веточный корм, и листочки. Но так, конечно, он находится на вскармливании материнским молоком. Но уже проявляет интерес. Пока он больше прячется, то есть если прийти и сразу попытаться его найти, то невозможно. То есть он старается прятаться в уйденные места, потому что маленький всего еще боится. Но если повезет, можно его увидеть. Здесь все как в обычной семье. Мама Ляли не отходит от малыша. Папа-красавчик временно живет отдельно. Если никто не посягает на его территорию, то он вполне спокоен и миролюбив. И все же некоторые советы от специалистов не помешают. Но хотелось бы обратиться к зрителям вашего телеканала. Маленького олененка кормить нельзя. И он может просто-напросто погибнуть. То есть даже если вы ему дадите морковку или там курочку хлеба, то есть это нежелательно. Это может нанести ему не только вред здоровью, но и может привести к гибели. Неожиданному прибавлению очень рады посетители Ковчега. Как вам зоуголок? Очень нравится нам. Мы в первый раз здесь. Нам очень понравилось. Кристина Чекменева, Валерий Рязюков, Республика. Таким стал этот понедельник, 8 июля. Далее полезная информация. До встречи в эфире. Жители Чебоксар серфят в интернете больше, чем жители Пензы, но меньше саратовчан. Мы в тройке российских лидеров по использованию интернет-трафика. 14 гигабайт. Столько в среднем за месяц скачает один абонент Теледва в Чувашии. Для больших объемов нужны высокие скорости. Поэтому оператор активно развивает в Республике сеть четвертого поколения. У меня обычный современный телефон, который работает на сети ЛТЕ, то есть на самой высокой скорости интернета. Обычно пользуетесь соцсетями или смотрю видео, фильмы. Давно уже на этом операторе меня все устраивает. Ничего не потормаживает. Скорость интернета тоже мне нравится. Скоростной 4G от Теледва сегодня стабильно работает и в центре Республики, и в отдаленных селах и деревнях. Сеть покрывает территорию, где живет 92% населения. Поэтому ловить быстрый интернет смартфон будет и в городе, и на даче. Кстати, о тех, кто предпочитает отдыхать за пределами Республики, оператор тоже позаботился. Наши клиенты из Чувашии много путешествуют, особенно летом. И нам важно, чтобы им было комфортно не только дома, но и в поездках. Именно поэтому мы отменили плату за первый день пользования мобильным интернетом в международном роуминге на нашем самом популярном тарифном плане мой онлайн плюс. Мы понимаем, что первый день в чужой стране очень сложный. И мы помогаем нашим клиентам быстро связаться с гидом, вызвать такси, посмотреть на карту и быстро сориентироваться в городе. А если мобильный интернет нужен на все время поездки, можно подключить услугу безлимитный интернет за границей или перейти на тарифный план премиум. С ним эта опция будет работать бесплатно. По данным Теледва, самыми популярными зарубежными направлениями у жителей Чувашии в этом году стали Турция и Беларусь. А число абонентов, использующих услуги роуминга, выросло в несколько раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин